Несмотря на ливень, на самый настоящий ливень и довольно-таки холодную погоду, прекрасная атмосфера. Не по-осеннему веселая, яркая и праздничная сегодня в Центральном парке нашего города. Старая пластинка под зонтиками и под дождем. Зажигательные танцы, русские хороводы, песни, подаренные поколениям 70-х и 80-х. Плохая погода не смогла испортить праздничного настроения. Многие горожане пришли на праздник с желанием вернуться в прошлое. И им это удалось. Я захотела посмотреть, вживую послушать, вернуться на несколько лет назад, почувствовать себя молодой. Почувствовали? Обязательно. Несмотря на плохую погоду, а душа цветет и память. Организаторы старой пластинки в успехе концерта не были уверены до последнего. Но полная площадка зрителей развеяла, если не тучи, то все сомнения. Вообще по интернету передавали, что будет дождь. Все звонили, говорят, будет. Я говорю, конечно, будет. Желающих очень много было. Вот, и они все здесь, вот видите, просят, когда будет хорошая погода, еще раз повторить. Потому что многие убежали. Прекрасный праздник. Есть, кого только здесь нет. Нет, вы знаете, это, получается, что старая пластинка, это как встреча друзей. Вот действительно, фарки юности наших отцов. Поэтому такие навеют воспоминания. Так что тот, кто не пришел, побоялся дождя, а многое потеряли. Несмотря на дождь, профессиональные артисты решили от праздника не отказываться. Говорят, что такой теплый прием позволил не заметить непогоду. Когда видишь столько публики, все поддерживают. Очень даже приятно. На фестивале были высказаны и конструктивные предложения. Зрители посетовали на отсутствие летних концертных площадок. В целом в городе и в Центральном парке, которые бы позволили выступающим укрыться от непогоды. С удовольствием слушаем и смотрим. Прекрасный концерт. Мы очень довольны. Вот только единственное, тут вот в Центральном парке почему-то нет сцены. Мы шли и говорили, ладно, мы под зонтами стоим. Бедные артисты будут под дождем стоять. Почему-то ни одной сцены закрыты для вот таких вот выступлений нет. Очень жаль. Надо сделать обязательно эту сцену. Несмотря на то, что ливень и не обещал закончиться, фестиваль состоялся без всяких сокращений программы. Те, кто замерз, лакомились горячими блинчиками и мясом из русской печи. Несколько компаний присоединились к фестивалю, продолжая традиции массовых праздников. Сам фестиваль направлен на организацию встреч шимкенцев нероднодушным к старым пластинкам и ретро-музыке. А после финального концерта гости праздника с удовольствием присоединились к вальсу. Субтитры создавал DimaTorzok